Вот испорчены общие двери. Вот они ветки, которые надо уничтожить. Это моя груша. Вот здесь, вы же догадываетесь, что я обрезал кольцо, небрежно сухую ветку отрезал. Бог меня простит, потому что я на этом учился. И теперь, если бы сейчас она была бы сухая, сухейшая, но я бы оставил вот такой грызок. Не режьте вот так, оставляйте грызок. Ну, вы мне морду откинете, сам резал. Но начинала, как все. Вот эта вот вертикальная ветка, которую еще называют жирующая, ненужная, глупость несусветная. Вот эта ветка отмирает, она уже отмирает. Нельзя же я отрезал сухую. И тогда появляется будущее крона. И когда, если после страшной зимы вы увидите, что листья жухнут, все вот так вот, раз, раз, на тех ветках, на которых листья пожухли. И останется вот это вот, тощется новый, новый штамп. А груша вот теперь, потому что сегодня тема груши. Это так называемая, это, Сергей Валерьевич, я-то успел попробовать грушку с этого дерева? Ты нет. Как она? Логман, Лоцман. Лектор. Непонятно. Случайшая груша. Ну, кто-то распробовал бы. Так вот, представляете картинка, да? Я должен был вот эти две ветки уничтожить. А на них как раз и висели эти груши. Вот на этой и на этой. Так. А вот отсюда вот уже пошла развилка, вот отсюда уже штамп. Вот. Слабенький. Знаете, чем хороши вот эти ветки? Мне приходилось видеть, как урожай вместе с ними ложится на землю. Вроде бы ничего хорошего. Но когда ураганный ветер, у меня был один год, пять деревьев снесло ураганный ветер. Достаточно взрослых плодоносящих. Обидно. А вот такие деревья, они боковыми ветками в землю упираются. Прямо как руками. Это один пример. Это потом. Они плодоносят эти ветки. И пусть себе плодоносят. Вот. Никаких искусственных штабов. Впервые в 21 веке Железов назвал причину, почему нельзя трогать привитые деревья. Даже вот такие вот. Потому что всю жизнь их приглаживали, калечили. Потому что, ребята, показывать боковую ветку, будет указка в руке, лазерная или такая, и будет говорить, ребята, вот смотрите, вот эта почка на боковой ветке. Вот такая, например. Где тут взять ее? Вот такая, например, да. Она берется. С этой почки вырастает новое дерево. Но она никогда не будет иметь штампа. И штамп переделать нельзя. Вот. Это вам заповедовал Валерий Костянович. Привитое дерево, как безобразно растет, мне эти ветки не мешают. А то, что вид портят. Вот вам еще один пример. Я привил эту грушу. Так. Пошло два разка. Обычно они всегда как-то бывают. Один доминирует, второй чуть отстает. И вот получилось дерево. Очень несуразное. Это страшный сон тех самых, которые учат, что деревья должны быть это. Испортим видом. На этой ветке висел там сколько-то видов. Ну вот эта потоньше, на ней разу два меньше. Та, не вся видно. Там огромный урожай. Вот. Я должен был с самого начала ее уничтожить. Вот я бы уничтожил. Скажите, мне что, вот эти груши не нужны? А? Вон семечки лежат в холодильнике. Она в землю упирается. Вот чем мои лекции отличаются? Представляете, кто мне сейчас... А вдруг все-таки упадет? Для этого случая я вам советую. Идите в магазин или еще куда-то. В хазмак. Покупайте самую толстую веревку. Канат настоящий. Чем толще, тем лучше. А еще два трясу. Два трети. И вот так вот его раз, стянули немножко. И на всю оставшуюся жизнь. А для меня ужас то, что если бы вот эту ветку бы сразу бы отрезали. Или потом, попозже бы отрезали. Вот. Даже если бы вот эту бы выпрямили. Вот. Рад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова